Здравствуйте! На телеканале Новый Век. Программа Вызов 112. В студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем, как и почему в набережных Челнах машина упала с моста и выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил опрокидывание с моста. Водитель погиб. В Нижнекамском районе два человека скончались в результате лобового столкновения. Водитель автомобиля БАЗ-2106 в состоянии алкогольного опьянения. А в Заинске разбилась 21-летняя девушка. Покажем, как задерживали подозреваемых в незаконном обналичивании денег. И чем теперь для них может обернуться этот бизнес? Это и не только в ближайшие 10 минут. Отсутствие бензина стало причиной крупной аварии на Кремлевской дамбе. Там столкнулись две Део, Матисс и Некси. Первая была не способна больше самостоятельно передвигаться, кончилась с топливом. Автомобиль остановился, и в это мгновение резкое ускорение вперед ему придала Некси. Подробности расскажет Дмитрий Аринин. Матисс-то стоял, сломался, бензин закончился. Водитель микролитражки не предполагал, чем для него обернется вынужденная остановка. Машина неожиданно заглохла прямо на ходу. Уже собирался выйти, чтобы достать и выставить знак аварийной остановки, но не успел. На полном ходу сзади в Део Матисс врезался Део Некси. От полученных повреждений оба автомобиля потеряли в размерах. По словам родственника водителя Део Некси, столкновений сбежать было невозможно. Он заметил стоящий автомобиль слишком поздно. Говорит, что соседнюю полосу занял автобус, и вернуться было некуда. Но вот водитель Матиза с этим был не согласен. Он уверен, причиной стала не только невнимательность, но и слишком высокая скорость Некси. К счастью, люди в результате этого тарана не пострадали. Если бы водитель Матиза успел подойти в багажнику своего автомобиля, исход аварии мог быть гораздо печальнее. Кто прав, кто виноват, будет теперь выяснять автоинспектори. Все участники ДТП отправились по домам пешком, и Матиза Нексию забрал эвакуатор. Своим ходом передвигаться они уже не могут. Дмитрий Ариин, Алла Рыкова, Азат Самигулин, вызов 112. 20-летний молодой человек погиб, упав вместе со своим автомобилем с моста в набережных Челнах. Неуправляемый Жигули 6-й модели не остановил ни высокий бордюр, отделяющий проезжую часть, ни ограждение моста. В чем причина трагедии, попыталась выяснить Альбина Минебаева. Трагедия произошла в 21.40 на мосту через реку Шильна. 20-летний парень, житель Муслимовского района, двигался на Жигулях 6-й модели. Очевидцы в соцсетях утверждают, что водитель проехал на запрещенный сигнал светофора, а уже через несколько минут оказался во враге. Водитель 97-го года рождения, двигаясь на автомашине ВАЗ-21063, со стороны проспекта Чуман, в сторону судоводческих обществ, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил опрокидывание с моста. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Автомобиль превратился в груду искореженного металла. К слову, следов торможения на асфальте нет. По предварительным данным, основной причиной трагедии стала превышенной скоростью. Альбина Минебаева, Ильяна Камалова, Ильяна Султанов, вызов 112. Страшная авария возле села Шереметьевка в Нижнекамском районе унесла жизни двух человек. Там лоб в лоб столкнулись с Жигули 6-й модели и Газель. Водители и пассажиры легковушки зажало в салоне. Извлечь их из искореженного салона смогли только спасатели. Людей передали медикам, но они были не в состоянии спасти их жизни. Причины случившегося узнала Алина Бережная. Авария произошла на 35-м километре трассы Нижнекамск-Чистополь. Столкнулись с Газель и Жигули 6-й модели. Водители и пассажиры легковушки зажало в салоне. С помощью гидравлического инструмента спасатели извлекли пострадавших и передали их медикам. Но в больнице люди скончались. Были доставлены два пострадавших. Первый был госпитализирован сразу же в алинационное отделение, где проводились алинационные мероприятия, диагностические, лечебные мероприятия. Но, к сожалению, через какое-то время он ушел. И второй тоже был госпитализирован сразу же в алинационное отделение. В ходе гидравлических мероприятий тоже, к сожалению, погиб. Жигули от удара искорежило так, что жизненного пространства для людей в салоне практически не осталось. То, что осталось от автомобиля, эвакуировали на штрафстоянку. Причину аварии установили быстро с помощью медиков. После столкновения водители автомобиля ВАЗ-2106, а также водители «Газели» были освидетельствованы на состоянии алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования было установлено, что водители автомобиля ВАЗ-2106 находятся в состоянии алкогольного опьянения. Водитель «Жигулей», который находился в состоянии алкогольного опьянения, было 55 лет. Его пассажиру 30. Водитель «Газели» не пострадал. Алина Бережная, Светлана Шумкова, Евгений Лызаев. Вызов 112. 21-летняя девушка-водитель «Лады» скончалась в результате лобового столкновения в Заинском районе. Трагедия произошла сегодня ранним утром на 42-м километре автодороги набережной Челны-Заинск-Альметьевск. По предварительным данным, автоледи превысила скорость, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком. От полученных травм водитель легковушки скончалась на месте происшествия. Два человека, любители зимней подлёдной рыбалки, погибли, провалившиеся в ледяную воду в наступающем сезоне. Первый случай произошёл накануне рядом с посёлком Старое Победилово. Утонул 70-летний пенсионер. Второй сегодня в Зеленодольском районе. Мужчина ушёл под лёд на глазах своего товарища. Помочь другу он оказался не в состоянии. Буквально три часа назад в Зеленодольском районе на озере провалился рыбак. Второй рыбак попытался его спасти, но, к сожалению, сам тоже провалился, выбрался. Но помощи оказать не получилось. Незаконно заработали свыше 20 миллионов рублей. Сотрудники подразделения экономической безопасности содержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Две группы, созданные одними и теми же людьми, двумя жителями Елабуги, работали по отлаженной схеме. У каждого была своя роль, но это не спасло их от разоблачения. Айрат Назипов с подробностями. Эту дверь полицейские вскрыли так же быстро, как и две организованные группы, куда входили 8 человек. Сотрудники Управления экономической безопасности установили. Эти формирования создали двое жителей Елабуги. На участников групп была возложена роль по контролю за проведением банковских операций, создание и реорганизация эффективных юридических лиц, через которые осуществлялась незаконная банковская деятельность, оформление пластиковых карт на номинальных собственников, обязанности по сбору денежных средств и передаче незаконно обналиченных денежных средств клиентам. По этой схеме подозреваемые проводили банковские операции, не имея на то лицензии и регистрации. В общей сложности обе группы получили от клиентов почти 21 миллион рублей. В ходе проведения обысков по месту жительства подозреваемых оперативники отдела экономической безопасности обнаружили и изъяли более 100 печатей различных организаций, 500 пластиковых карт на физических лиц, 6 паспортов на посторонних граждан, более 60 сотовых телефонов, 57 карт различных операторов. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по ней – лишение свободы до 7 лет. Айрат Назипов, вызов 112. Хотели заработать на азартных играх, но получили проблемы с законом. В московском районном суде вынесли приговор организаторам незаконного игорного бизнеса. Всего на скамье подсудимых 4 человека. По версии сотрудников Управления экономической безопасности МБД Татарстана, в июне минувшего года в Казани 26-летний местный житель снял нежилое помещение у 60-летнего мужчины. Последний знал о планах молодого человека и выступил пособником. Тогда арендатор завез игровое оборудование не открыл игровой салон. Роли администратора он доверил 23-летней девушке, а в октябре он нанял еще одну девушку, когда открыл еще один игровой салон на улице Мусина. Незаконный бизнес был закрыт лишь в следующем месяце, когда о нем узнали полицейские. Все четверо были задержаны, а игровое оборудование изъято. Роли в группе были четко распределены. Организатор осуществлял общее руководство незаконными игорными заведениями, что выражалось в разработке мер конспирации и защиты от разоблачения, принятие на работу в игорных заведениях кандидатов, а также контроле за стабильной деятельностью игорных заведений с целью достижения максимальной прибыли. Суд приговорил организатора к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, пособника к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год шесть месяцев, администраторов к штрафу в 25 тысяч рублей каждую. Изъятое оборудование по решению суда будет уничтожено. В Татарстане завершилась операция «Дети России». В рамках нее полицейские проверили около 700 рейдов в местах массового нахождения молодежи и на объектах транспорта. Выявили 32 подростка, употреблявших алкоголь. Двоих привлекли к административной ответственности за распитие спирных напитков в общественном месте. Наказывали и взрослых, угощавших несовершеннолетнего пивом. Также стражи порядка проверили кальянные. В одном из заведений клиентами оказались пятеро подростков. С их родителями провели профилактическую беседу. За время операции в отношении одного несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело за его причастность к незаконному обороту наркотиков. Всего за период операции было проведено более 2000 профилактических мероприятий. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.